Эти молодые ребята — будущие машинисты метро. Им предстоит одним из первых пройти практику на новом учебном тренажёре. На начальном этапе стажёров допускают к монитору с панели управления. В режиме реального времени они учатся вождению состава. После успешного прохождения первого этапа будущих машинистов допускают в специальную кабину. Она в точности имитирует движение состава в туннеле. В это время ученики получают задания от инструктора различной сложности. Программа прописана, и сама программа подписана так, что туннель метро изображён в реальности. Он имеет виртуальные геометрические размеры, такие же, как и метро, которое у вас здесь в реальности существует. И вот здесь они отрабатывают на вот этих участках, где на каком участке он должен с какой скоростью ехать, где он должен притормозить, где у него стрелка, где у него переход, где станция, как он должен себя вести. Разработаны различные внештатные ситуации. Стоимость тренажёра — 100 миллионов тенге. Однако затраты оправданы, считает руководство метрополитена. Обучающий комплекс поможет существенно снизить сроки и стоимость обучения сотрудников. В будущем мы хотим с колледжа, с института тоже приглашать, потому что они там вроде получают права как на электровозы, но метрополитене, на наших электрополитенах, есть немного разницы. Поэтому три месяца мы обучаем, в это обучение как раз проходит они здесь. Раньше мы на составы их старались, там как дублёры, а теперь надобности такой нет, и мы на этом тренажёры обучать будем. Пока на новых тренажёрах обучают лишь специалистов с правами на управление электровозов. Но в будущем в метрополитене намерены получить лицензию и начать готовить кадры уже с нуля.